я вас всех приветствую адаптер про солнечные панели о них можно говорить много и предлагать кучу примеров в данном случае сейчас я пробегусь немного в общем о том что это важный гаджет важный инструмент для обеспечения вас необходимым в походных условиях а необходимым в данном случае является электричество при помощи которого питаются ваши некоторые устройства как минимум связи допустим телефоны либо радиостанции ну я также используем перри и для зарядки своих аккумуляторов на фотоаппараты которыми я снимаю производители иногда указывают что вот такая вот солнечная панель она вам зарядить телефон конечно же но сразу поинтересуйтесь сколько ватт она выдает например вот эта солнечная панель состоящая из трех секций она выдает 20 ватт что позволяет заряжать например сразу два устройства потому как у нее два usb порта это смартфон и телефон которыми я пользуюсь кстати говоря когда вы укладываете солнечную панель где-нибудь на южном склоне или просто ее уложили например и направили на нее прямые солнечные лучи желательно чтобы сами устройства которые вы заряжаете все-таки находились в тени также для быстрой и качественной зарядки телефонов или смартфонов желательно их выключать потому как именно в выключенном состоянии зарядка будет происходить гораздо быстрее некоторые производители говорят о том что солнечная панель наша она полностью защищена от воздействий влаги в данном случае допустим дождя росы и так далее да возможно именно сами панели они обеспечены некой защитой но блок который находится внутри он не защищен как правило то есть там 2 usb входа плюс дополнительная электроника которая однозначно при соприкосновении с какой-нибудь влагой я думаю что может выйти из строя то есть рисковать этим не стоит тем более если она попадает на перка какую-нибудь там морскую воду да или например лиманскую соленую вот далее солнечные панели есть большие есть стационарные вот но в походных условиях конечно же удобно использовать какую-то складную компактную солнечную панель но чтобы вы понимали на есть вторая панель например на 100 ватт при помощи этой панели можно например заряжать аккумулятор для автомобиля на вот далее в солнечных панелях удобно когда есть вот такие по краям небольшие петельки при помощи которых ее можно закрепить например удачно карабинами на рюкзак либо где-нибудь развешать на каких-нибудь ветвях дерева также солнечный свет можно усиливать при помощи зеркал для того чтобы ну скажем поток энергии был гораздо более сильным солнечная панель работает в любую практически погоду то есть производитель на сегодняшний день уже сумели достигнуть такого результата что вот эти элементы они могут заряжать например телефон или смартфоны даже в пасмурную погоду единственное что конечно же время заряда увеличивается далее если говорить о том что солнечная панель может быть использована в качестве там в формате скрутки например там то есть разные да честно говоря это не очень удобно мне такая была она и есть в принципе как запасная да она всего лишь 7 ваттная а объемом больше чем вот эти три вместе взятые то есть это такой вот примерно объем она старого образца она давала всего лишь 7 ватт солнечную панель желательно после использования или до использования когда вы в каких-нибудь уходитесь жестких условиях где пыльно ее желательно протирать в данном случае это делаю просто влажной салфеткой вот но также можно любой другой влажной тяпочкой протереть чтобы пыль которая находится видите на ней вот она все таки ушла и тогда эффект от нее будет более положительным также следите за тем чтобы она не выгибалась не перегибалась ни в коем случае потому что она может поломаться очень легко и просто и опять же таки это вас избавит от связи что еще хотелось бы отметить что производитель на сегодняшний день очень много будьте внимательны и смотрите на качество возможно и солнечной панели обращайте внимание на обзоры которые делаются на те или иные солнечные панели вот и будет вам счастье будет вам связь в ваших походах все пока увидимся